Добрый вечер. Сегодняшний урок – 21-й по счету урок книги «Вайкра». Недельный раздел, который мы изучаем – это «Тазрия». В самом его начале, 12-я глава книги «Вайкра» сначала, «И сказал Бог Моше, говори сынам Израиля, если женщина зачнет и родила мальчика, то она будет нечиста семь дней, как вне одоления пресечений, а на восьмой день пусть обрежут его крайнюю плоть». Сразу после рождения и нечистоты вследствие родов Тора приводит здесь заповедь обрезания, а на восьмой день пусть обрежут крайнюю плоть. Вопрос, который задают комментаторы, без вопросов невозможно, но вопрос он здесь действительно просто просится, ведь заповедь обрезания записана в Торе в другом месте, намного раньше, в книге Берешит. Заповедь эта была дана Аврааму, и можно было бы подумать, а может быть там в книге Берешит эта заповедь именно Аврааму, а о том, чтобы была обязанность обрезания каждого еврейского ребенка, может быть, заповедь обновляется только здесь? Нет, на самом деле, если мы обратимся к Сефира Митцвот, книге заповедей Рамбома, Рамбом пишет там так, «Нам заповедано сделать обрезание сыну, в соответствии с тем, что сказал Бог Аврааму, обрезанным будет у вас каждый мужчина». И каждый мужчина у вас, с кого не только Адом и Авраам, речь идет о всем его потомстве. Сефира Хинух, книга изложения заповедей, автор которой в большинстве вопросов следует за Рамбомом, он подает материал, как известно, по недельным разделам Торы, то есть в каждом недельном разделе Торы, те заповеди, которые в нем записаны. Куда он относит заповедь обрезания? Не к разделу Тазрия, а к разделу Лехлехов, Берешит, про Авраама, утверждая, что действительно там говорится не только о мужчинах в доме Авраама, но и обо всех последующих поколениях, как там сказано, «Вот мой союз, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомством твоим после тебя». То есть это знак союза не только между Авраамом и его домочадцами, но и относится он ко всему его потомству. Ну, если так, если получается, что основное место, постоянное место жительства этой заповеди в разделе Лехлеха, в Берешит, то для чего Тора повторяет эту заповедь здесь? Сказано рождение, в жизни действительно так получается, когда ребенок рождается, так на восьмой день после рождения его обрезают. Это верно. Но почему Тора здесь повторяет эту заповедь? Вот вопрос, который задают многие комментаторы. Сам Сефирах и Нух задавает этот вопрос, отвечает прозаично. А эта заповедь еще раз повторяется в разделе «Если женщина родит», то есть в нашем разделе «Тазли». Ну и подобным образом многие заповеди встречаются вторые неоднократно. Повторяются вторые неоднократно. Есть такое явление, действительно, что одна заповедь может быть повторена в нескольких разделах. И это относится не только к заповеди обрезания. Ну, тот факт, что есть такое явление, еще не освобождает нас от вопроса, а почему все-таки? Ведь не каждая же заповедь повторяется по нескольку раз. Определенные заповеди вторяются, определенные – нет. Почему это повторяется? И если мы даже понимаем, почему она повторяется, а почему она повторяется именно здесь, в контексте? Какой же целью Тур ее повторяет? Орахай Магадош, который тоже задает этот вопрос, дает следующий ответ. Талмуд из нашего стиха учит известную Аллаху, известный закон, что если восьмой день приходится на субботу, то обрезание мы все равно должны сделать. Ведь на самом деле, на первый взгляд, сама операция обрезания, она противоречит законам субботы. С точки зрения закона субботы, с законом субботы нельзя наносить рану не только человеку, любому живому организму, нанесение раны, в особенности при которой выходит кровь, это запрещена одна из 39 милоход, которые запрещены в субботу. Стало быть, если сталкиваются две заповеди, одна – это запрет субботы, другая – заповедь обрезания, то нам самим не очевидно было бы, что нужно сделать в этой ситуации. Поэтому, говорит, Талмуд из стиха, который есть в нашем разделе, как сказано здесь, «А на восьмой день пусть обрежут его крайнюю плоть», каково его понимание? На восьмой день, неважно, какой день недели это приходится, отчитали восьмой день от рождения, в этот день делаем обрезание, без исключений. Стало быть, Тора здесь постановила, что несмотря на то, что восьмой день придется на субботу, обрезание сделать нужно. Вот для чего повторяется здесь эта заповедь, говорит Туракхайм, для того, чтобы выучить, что обрезание делается в восьмой день. Вопрос, ну а почему это нельзя было, если уж так? Хорошо, здесь есть некоторая новая деталь, которой не было в разделе Лехлиха. А почему? Почему бы не написать там? Там, где дана заповедь обрезания, чтобы было сказано еще, и что... Вот есть еще одна деталь, с многими другими деталями есть, много деталей этой заповеди. А вот здесь еще одна деталь, что даже в субботу она делается. Зачем нужно было разрывать и писать это только здесь? Ответ Туракхайма, он прост и очевиден. Ведь у Авраама заповедей субботы не было. Написано, что потомки Авраама исполняли добровольно все заповеди еще до того, как они были даны. Авраам исполнял заповеди до того, как они были даны. Про Якова сказано, что он соблюдал субботу. Да, но это добровольно. А заповеди, а обязанности субботнего покоя не было. Стало быть, если бы Тора по отношению к Аврааму написала вот эту вот обязанность, что несмотря на то, что суббота, все равно нужно делать обрезание, то понятно, что многие тонны чернил понадобилось бы пролить для того, чтобы объяснить, какая вообще была здесь задняя мысль. В чем вообще проблема? Почему бы Авраам мог подумать, что в субботу не следует делать обрезание? Ведь он не обязан соблюдать субботу. Поэтому, говорит Тора Хай Макадош, Тора и разделила таким образом, оставила заповедь обрезания, как она есть в книге Бришит, в разделе Лехлиха, а вот дополнительную деталь о том, что обрезание делается в субботу, и Тора дает именно здесь, в нашем разделе Тазри. Эти другие объяснения, а в комментариях Тулдот Цхак, который обостряет вопрос, дело не только в том, что заповедь повторяется, и повторяется она здесь в книге «Во икра», но подходящее ли окружение для этой заповеди? Ведь в дальнейшем все содержание этой главы, вот после вопроса о родах и обрезании, все в дальнейшем идет про проказу, про нечистоту, тума. Как-то заповедь обрезания, можно было бы найти какое-то более подходящее место. Сравнение, которое он дает, это все равно как коэн на кладбище, это две вещи несовместимые. Что делать коэну на кладбище? Ему нельзя там быть. Точно так же там тума, потому что так же здесь заповедь обрезания сюда. Почему? Ну, ответ его тоже довольно очевиден. Конечно, вслед за этой заповедью идет разговор про нечистоту, про тума. Но эта заповедь, то, что определяет ее местоположение здесь в Торе, это то, что сказано перед ней, а именно рождение. Человек рождается, человек приходит в этот мир. Для чего он приходит в этот мир? Цель его прихода в этот мир. И цель его прихода в этот мир сразу обозначается. Не успел он прийти в этот мир, как прямо уже на восьмой день своей жизни он встречается с заповедью. Конечно же, не он ее исполняет, он еще всего лишь восьмидневный младенец. Исполняет эту заповедь его отец. Но он в этой заповеди хоть пассивно участвует. Он входит в союз с Богом, он получает на своем теле знак этого самого союза. И это практически первое событие в его жизни, которое следует сразу вслед за рождением. Что и говорит человеку, для чего он приходит в этот мир? Он приходит в этот мир для того, чтобы служить, для того, чтобы он не приходит в этот мир как в отпуск, для того, чтобы попытаться набрать как можно больше удовольствий и как можно поменьше работать в этом мире, приходит человек в этот мир для того, чтобы служить. И задачи, которые перед ним, заповеди, которые ставит перед ним Творец, ради которых он человека в этот мир и приводит, они являются его служением. Поэтому самое первое событие в жизни человека – это обрезание. Вот здесь, поэтому, говоря о рождении, говоря о родах, Творец сразу переходит к заповеди обрезания. Подобно тому, как самый первый человек, когда он только появился, Всевышний только создал его. Первый человек не родился, он был создан. Но сразу после создания не успел он ощутить себя существующим и созданным, как Всевышний тут же дал ему заповедь. Заповедь – запрет. Есть плод дерева познания. Каждый человек, рождающийся в мир, из потомков Адама, по сути дела, проходит нечто похожее. Есть рождение, и сразу, сразу после рождения самая первая заповедь – брит мир. И именно эта заповедь, у которой есть еще один дополнительный, дополнительное понимание. Человек, мы сказали, приходит в мир для того, чтобы исполнять заповеди. Да. Но это определение можно уточнить и углубить. Есть там в муде рассказ. Есть целая серия таких диалогов между раби Акивой и римским, очень понятно, римским, скорее всего, чиновником или офицером, либо чиновником администрации, либо армейским офицером, по имени Турнус Руфус. Так, по-русски бы назвали бы Руф. Он задает Робя Акиву различные каверзные вопросы, и Робя Акив на них отвечает. Среди вот этих вот диалогов есть один такой диалог, в котором Турнус Руфус спрашивает Робя Акиву, скажи, какие, чьи деяния более совершенные? Божьи или человеческие? Казалось бы, ответ сам собой разумеется. Абия Акива ответил, как это, вообще, надо заметить в скобках, что вот эта вот форма передачи идей при помощи диалогов. Это очень распространенная тогда в античности форма, знакомая еще задолго до того, в эллинистической культуре, со времен диалогов Сократа. И обычно вот эти вот диалектическое развитие мысли проходит по кругам, когда ответ всегда, когда сдается ответ за вопрос с ожидаемым совершенно ответом, и ответ получается совершенно противоположный. Абия Акива, ничтоже с умняшись, ответил ему, конечно же, человеческие деяния более совершенные. Сказал Турдусов, я тебя не понимаю, посмотри на небо, со звездами, с солнцем, и все. Разве может человек что-то такое сделать? Вся огромная вселенная сказала Абия Акива, ну мы же не будем говорить о таких вещах, которые человеку вообще не по плечу, невозможно сравнивать, поставить тяжеловеса и боксера в легком весе и сказать, ну кто из них, об этом разговора нет. Мы говорим о сопоставимых величинах, и тогда, чтобы пояснить свою мысль, Абия Акива дал ему два примера. Вот скажи, пожалуйста, ты что ты сегодня утром ел? хлеб. Ну хлеб это человеческое создание, а создание Всевышнего это колосси. Может быть ты сегодня завтракал колоссями, или ты сегодня завтракал пшеничными зернами? Нет? Ты сегодня завтракал хлебом? А во что ты одет? У римлянина понятно во что он одет. В шрастяную тогу. Так они все одевались. Но шрастяная тога, шерсть это человеческое деяние. Всевышний создал овцу, на ней растет шерсть. Вот клочья шерсти это деяние Божье. А шрастяная тога это уже деяние человеческое. О, сказал Трунсрухус, к этому я и веду. Почему вы делаете обрезание? Абия Акива, конечно, Абия Акива заранее подводил его к этой самым, понимая, что последует. Вот это из самого вопроса начального, чьи деяния более совершенные, человеческие, и Божий, Рабия Акива понял, куда римлянин поведет. В конечном итоге этой дискуссии он будет спрашивать про обрезание. Нужно сказать, что в ту эпоху время Рабия Акива это приблизительно время, связанное с указами императора Адриана, который запретил на определенное время евреям делать обрезание. Кстати, по мнению некоторых историков, этот запрет был одной из причин вспыхнувшего восстания Барков. Было несколько подобного рода запретов, но это та вещь, которая сделала невозможное пребывание еврейского народа под властью римлян. При всем желании, при всем миролюбии, при всем нежелании сталкиваться с мировыми державами, просто это уже было невозможно. Понятно, что заповедь обрезания раздражала Рима. И не только потому, что в этом видели членов вредительства, но и с точки зрения философской греко-римская культура воспринимала мир как гармоничный, прекрасный, совершенный. Что может быть более красивым и гармоничным, чем человеческое тело? А вот тут приходит какой-то еврей и говорит, да, но надо еще довершить. человек как родился, он еще не полный, не совершенный. Довести его до совершенства надо еще сделать ему маленькую операцию, небольшую, но надо. Как это так? Мир вокруг нас и сам человек это и есть совершенство. Как же можно утверждать, что нужно еще что-то здесь доделать? Чьи деяния более совершенные, божьи или человеческие, человек может напортить, это он может, конечно, это мы знаем хорошо, напортить все, что угодно может человек перепортить. А как же так? В ответ Рабиакива объясняет ему, что мир созданный действительно прекрасен, но он прекрасен как полуфабрикат, как сырье, которое человек должен довести до совершенства. Всевышний создал прекрасный гармоничный мир, в котором человеку осталось вот это доля, функция, доведение его до совершенства. В мире есть все, шерсть есть, злаки есть, все это замечательно, но из злаков нужно сделать хлеб. Хлеб, булки не растут на деревьях, ну что, в Эденском саду они, может быть, росли, но в том мире, в котором мы живем, булки не растут на деревьях, и человек должен приложить здесь свои старания, свои старания, свой ум, свою волю для того, чтобы довести этот мир до совершенства. И начало этого пути, вот этот вот взгляд, это не только вещи, которые вокруг нас, это не только сделать из клочья в шерсти тогу, это не только сделать из пшеничных зерен французскую булку, прежде всего, человек должен рассматривать самого себя, свою личность, как сырье, как полуфабрикат. Он приходит в этот мир как материал, из которого человек должен создать самого себя, довести, улучшить себя, в идеале довести себя до совершенства, но хотя бы чем-то, чем-то себя улучшить. В этом смысл обрезания. Человек приходит в этот мир для чего? Для того, чтобы создать себя, для того, чтобы улучшить себя, для того, чтобы стать человеком лучше, чем он был. И поэтому самый первый его шаг в мире это обрезание. человек не должен быть естественным. Иногда приходилось слышать это возражение от людей. Это неестественно. Человек не должен быть естественным. Естественное поведение человека, оно как в конечном итоге, как поведение животных. если собаку, на собаку кто-то налаял, то, естественно, собака будет лаять в ответ. Это естественное поведение. И для человека естественное поведение. Если его кто-то обидел, отомстить ему. если кто-то наорал, ответить ему. А вот Тура говорит, нет, ты не мсти. Но это же неестественно. Конечно, неестественно. А человек и должен быть неестественным. человек не должен оставаться естественным. Естественное поведение самца, в том, что если мимо него проходит самка, виляющая, то, естественно, в нем пробуждаются определенные влечения. И его поведение, оно естественно известно. А человеку сказано нет. Вот отвести глаза от проходящей не на самке. Это то, что человек должен делать, но это неестественно. Человек не должен быть естественным. Он должен построить новый образ жизни, который не происходит из его естественных потребностей, а происходит из идеалов, заключенных в заповеди. И поведение его в в конечном итоге должно отражать не столько его естественную суть, сколько идеал, который творец поставил перед ним. И начинается это все соблюдать. И теперь мы довольно естественно переходим к следующей теме, которая заложена здесь в этой главе. Продолжает текст про роженицу. Если же она родит мальчика, то будет она нечиста столько-то. Если она родит девочку, то она нечиста будет две недели, а вот по окончании же дней ее очищения, после того, как заканчивается время тумат льда, нечистоты, вызванной родами, за сына или за дочь, пусть она принесет ко входу в шатер собрания к священнику годовалого ягненка во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех. В грехоочистительную жертву. И священник искупит ее и станет она чиста. То есть процесс перехода и состояния нечистоты ритуальной в чистоту сопровождается принесением жертвоприношения. Одно из них это оля, то есть всесожжение, годовалый ягненок всесожжение, то есть жертва, которая сжигается целиком. А второе молодого голубя или горлицу в жертву за грех. Какой грех? Чем она согрешима? И священник искупит ее. Отчего он, откуда искупление? От какой правильности нужно ее искупать? Что она такого плохого сделала? Наоборот, она сделала самую замечательную вещь, она дала жизнь новому человеку, она родила нового человека. Что здесь за грех? Вот этот вопрос задают еще и мудрецы со времен Талмуда, все комментаторы скажем словами Барбанеля наиболее точно формулировавшего кушьет вопросы к тексту «Почему Тора обязывает роженицу принести грехочистительную жертву и жертву всесожжения?» Ну, что до жертвы всесожжения, то в этой ситуации она оказалась бы ни к чему. Вообще зачем? Что до греха очистительной жертвы, то ее тоже не следует приносить, поскольку рождение ребенка не является грехом. Вернуться на секундочку к всесожжению. Некоторые комментаторы говорят, ну, это еще может быть понятно. Смысл жертвы всесожжения это приближение к Богу. А сразу после родов женица находилась в состоянии нечистоты, тума. В чем оно выражалось? Прежде всего в таком состоянии запрещено входить в храм, дотрагиваться до святынь и так далее. То есть некоторое состояние удаленности. И вот сейчас, выходя из этого состояния удаленности, снова возвращаясь в храм, снова обретая близость, женица приносит жертву всесожжения, смысл которой в приближении. Ну, хорошо. Примем это объяснение. Но что с хатат, с жертвой за грех, грехоочистительная жертва, какой здесь грех-то был, выполнила заповедь про урву плодитесь и размножаетесь. Вот она и родила. Точнее, не выполнила заповедь, помогла своему мужу выполнить эту заповедь. Но помогла и уж, конечно, никакого греха здесь не было. греха не совершила. Но сами роды носят на себе отпечаток того, что совершила когда-то самая первая женщина, прародительница Хавас. В результате греха, дерева познания, произошло изменение. А именно, если бы не этот грех, то рождение новых людей было бы совершенно естественным явлением, которое никак не связано с влечениями, страстями и так далее. То есть, мы видим, как в природе самые различные способы размножения, как деревья размножаются. Кто-то от кого-то семена разбрасывается, кто-то почкуется, кто-то еще что-то. Но у человека вот это вот возвышенное явление рождения новой жизни связано с влечением, с инстинктом. Не просто с влечением, а с влечением, которое с другой стороны представляет собой возможность для разврата, для достаточно низменных явлений. А что нельзя было как-то так создать человека так, чтобы новые люди рождались бы не припосредствии вот именно этого сексуального влечения, которое способно превратить человека в мартовского кота, а общество в то, что мы видим сегодня на улицах. Нельзя ли бы как-то? Можно было бы. Более того, говорит Роберт Набархи, если бы не первый грех, так оно и было бы. А то, что сегодня рождение проходит именно через, посредством сексуального влечения, в том виде, в котором мы его сегодня знаем, это результат греха первой женщины. Поэтому после родов женица приносит грехочистительную жертву не за свой грех, а во исправление того самого первого-первого-первого греха, который наложил свой отпечаток на все дальнейшие роды. Это говорит Роберт Набархи. Попробуем немножко посмотреть на этот вопрос чуть шире. В чем смысл жертвоприношения хатат, грехочистительной жертвы? Вся книга «Ваикра», которую мы сейчас учим, это книга, центральная тема которой жертвоприношения. Тема, которая проходит красной нитью через всю эту книгу. Начинается эта книга «Слово «Ваикра»» и «Позвал Всевышний зовет Моше по имени». И мудрецы, Раши, приводят это толкование там, мудрецы обращают внимание на то, что к Моше Всевышний обращается по имени, и сказано «Ваикра» – «Позвал». «Лашон Хавивуд». То есть само это слово «позвал» выражает симпатию. Я зову того, кто мне близок, кто мне симпатичен. Ну, а как можно по-другому? А если я должен позвать человека, который мне совсем не симпатичен, просто потому что здесь не нужно что-то переговорить? А для этого есть в лексиконе Торы другое выражение, как, например, сказано по поводу Бельама. «Ваикар». Вроде бы те же самые почти буквы, только не хватает в конце буквочки «алиф». «Ваикар» и тогда получается от слова «миг». «Ре», то есть случайность. Вот эти два полюса. Либо «Ваикар» случайно, либо «Кмуше», «Ваикра», «Хавивуд», «Любовь» и «Симпатия». Эти – это два полюса, в которых приходит вся наша жизнь. С одной стороны, человек, часть его тела человека – это часть природы. В природе, в мире природы действуют слепые законы. Это то, что мы называем микры, случайность. Когда мы говорим случайность, это не значит, это не противостоит. Мы не противоставляем это закономерности, наоборот. В природе действуют именно законы. Но они слепы и детерминированы. И если в них нет разумного проведения, внутри этих законов не заложено разумного начала управления миром. То есть, что я хочу сказать. Если, предположим, какой-то очень-очень достойная женщина, мать многих-многих детей, которая должна о них заботиться, и у которой еще есть родители, которых они заботятся, но она неосторожно ведет машину и позволяет себе превысить скорость в дождливый день там, где этого нельзя делать, то по законам природы она на своей машине врежется, она вылетит, врежется в какой-нибудь столб и не помогут здесь ни жалость к ее детям, ни жалость к ее родителям. Природа жалости не знает. Микры. Слепые законы природы. Это одна сторона. А есть другая сторона. А есть связь, близость с Богом. Проведение Всевышнего, его управление миром, когда он, приближая к себе людей, вмешивается в их жизнь, возвышает их, поднимает их, любит их. Это два полюса. Так и наше отношение к Всевышнему. В нем тоже есть два полюса. С одной стороны, Всевышний необычайно далек от нас. Он же не часть этого мира, он создатель этого мира. Он вне этого мира. Нельзя его не представлять. Нельзя описывать его. Лейс махшо ватфи сабей. Даже никакая мысль не может его объять, не описать, не представить. С другой стороны, он ближе всего, он к нам ближе всего. Самый близкий и самый далекий одновременно. В молитвах на на Роша Шана, на Йом Кипур, в Мим Нур-Аим, упоминается фраза «Вэ Акэля Кадош нигдаш битздака». Акэля Кадош, Бог, который Кадош. Кадош означает трансцендентный, непознаваемый, непостижимый, бесконечно отдаленный от этого мира. Он Кадош. Чем же он возвышается? Чем же он прославляется? Чем же он освящается? Акэля Кадош нигдаш битздака. Здакой. То есть, милостью и милосердию, которую он делает. Ведь милосердие, это значит, и милость, которую он делает, это значит, заниматься конкретными людьми, их потребностями, их мелкими сложностями, их бедами. Это же противоположность, то, что называется Кадош, полной отделенности. Совершенно верно. И это все вместе. Нигдаш битздака. Он необычайно далек от нас и необычайно близок к нам. В сознание это не укладывается. Представить себе человека, который сейчас молится, последнюю молитву в Йом-Кипур, наилу, серьезного, возвышенного человека. Он весь наверху, все его сознание. А рядом с ним сейчас подрались два муравья за кусок хлеба, и один муравей отнял у другого кусок хлеба. Кусок хлеба, крошку маленькую хлеба. Это его сейчас, может его сейчас такое волновать? Стычка между муравьями? Или мысль о том, что в эту самую минуту несчастная муха трепещется, попав в паутину кровожадного паука? Где это? А по отношению к Всевышнему это именно так. Он необычайно далек от нас. Он необычайно возвышен. И вместе с тем он проявляет по отношению к нам мы для него близки, мы для него хавивим. Мы ему симпатичны и любимы. Вот это вот противоставление. Мир природы с одной стороны, в котором все микро, в котором все случайно, в котором нет разумного проведения, или близость к Богу с другой стороны. И все это вместе. если мы, если жить только только на уровне ваикар, микре, тогда нет разницы между животными и людьми. Тогда люди те же самые, как это называют сегодня, интеллигентное животное. но оно тоже животное. И тогда лучше всех это сказал, не буду это предсказывать, просто засчитать то, что сказал много лет тому назад Ницше. Мы переучили все. Во всем стали скромнее. мы уже не выводим человека из духа, из божества. Мы опять поместили его среди животных. Он для нас самое могучее животное, потому что самое хитрое. Его духовное следствие. Но с другой стороны, мы решительно противимся тщеславию, которая и тут готова громко заявить о себе, словно человек это великая задняя мысль всей животной эволюции. То никакое он не венец творения. Любое существо стоит на той самой ступени совершенства, что и он. И того много. Узъехли смотреть на него с физической точки зрения, как на животное. И того много. В сравнении с другими человек получился хуже. Самое больное и уродливое среди животных. Он опасно отклонился от своих инстинктов жизни. Вот оно во зрении. Если только вывести из этой схемы близость к Богу, тогда человек животное. Такое хуже, чем любое животное. Если так, то нет разницы между людьми и между животными. Как сказано еще было у пророка, и стали люди как рыбы морские. Как люди морские. Когда рыболовный трейлер, когда он забрасывает сеть, вытаскивает тысячи тысячи рыбок. Ну, так так и люди. Что ужасного бы? Гитлер привел к такой жуткой катастрофе. Жуткая катастрофа. Всего 50 миллионов двуногих тварей уничтожил. А сколько за это время, сколько погибает мух, сколько десятков, сотен миллионов мух погибает в паутине кровожадных пауков за это время? Намного больше. Какая разница? И если человек животное, то разницы здесь никакой нет. Таков мир природы. Что делает человека, что в 19 веке спор или есть Бог или нет Бога. После 20 века этот спор потерял смысл. Да потому что спор не Бог или не Бог, а спор что есть человек. Либо человек это, как пишет Ницше, мы уже не выводим человека из духа, из божества. Мы опять поместили его среди животных. Обратно его в вольер с животными. Вот его место. Если он интеллигентное животное, то и отношение к нему соответствующее. Либо человек это тот, кто возвышен над этим. А чем он возвышен? Только тем, что Бог проявляет тем, что Бог интересуется им. Вот в чем главный вопрос. Что представляет собой человек? А человек на самом деле и то, и другое. Есть в нем составляющая физическая, животная, биологическая? Конечно, есть. Но есть в нем и другое. То, что Всевышнему не все равно, что происходит с ним. То, что Всевышний о нем беспокоится, то, что Всевышний о нем думает, то, что Всевышний о нем заботится, то, что Всевышний ему дает, то, что он близок, то, что он любим и симпатичен И, кстати, с самого начала книги Вайкра, как мы сказали, Вайкра позвал, и не просто позвал, а позвал по имени. Те самые ученики Ницше, которые построили в середине XX века, они построили концентрационные лагеря, то они сделали там один очень важный шаг. Они каждому из узников дали порядковый номер для того, чтобы стереть имена. Нет имен, нет важности. Люди двуногие твари. У них есть порядковые имена. Номер такой-то, такой-то, такой-то. Именно вот это вот, стереть всякую важность человека. Довести человека до вот этого вот состояния, о котором говорил Ницше. Часть животного мира. Да еще и самая уродливая, да еще и самая слабая, да еще самая бесполезная на самом деле. Человек, который не хочет так жить, человек, который хочет жить по Торе, должен понимать, что главное, то, что должно вести его в жизни, это стремление быть желаемым Всевышним, пробуждать вот эту вот симпатию Всевышнего к себе. То, что называется в книгах решением «лафик рацион», то есть, чтобы у Всевышнего было, чтобы я был желан ему, чтобы он хотел близости, чтобы я был к нему близок. Вот что главное. Самое высшее проявление вот этого стремления – это принесение жертвоприношения. Для чего вот это слово «рацион», «желание», «ле рациональность бюхи», оно постоянно появляется во всех, во всех главах, которые говорят о жертвоприношении. Человек приносит жертву, он приносит животное на жертвенник. Для чего? Для того, чтобы возвыситься, для того, чтобы пробудить, для того, чтобы пробудить вот это вот желание, для того, чтобы быть любимым и симпатичным Всевышнему. Вот для чего приносится жертвоприношение. Особенности – это касается очистительной жертвы за грех. Когда она приносится? Она мне приносится в случае, если человек совершил какой-то грех умышленно. То есть он знал, что этого делать нельзя, но не устоял. Очень-очень хотелось. Никак не смог вытерпеть. В этом случае нет. А когда же она приходит? Как приносится? Приносится она именно в случае жертвы, в случае нарушения по ошибке. Человек думал, что это делать можно, а оказалось нельзя. Человек забыл, что сегодня суббота, включил свет. Человек думал, что это разрешенная пища, а оказалось запрещенной. Вот в этих подобных рода случаях и приносится очистительная жертва за грех по ошибке. Смысл? Если человек иногда чувствует себя стоящим над природой, он чувствует себя почти ангелом, конечно же. Разум у него есть, познавать он способен. Книги умные он может читать, философствовать он может, к Богу он может обращаться, на ты молиться он может. Ну, такое возвышенное существо, почти ангел. И тот же самый человек, который чувствует себя почти ангелом, вдруг забыв, нарушает закон. А как же так? Ну, у тебя же разум есть, а что? Человек здесь действовал как животное, у которого разума нет. И что он теперь должен сделать? Он должен взять животное, скотину, принести ее на жертвенник и возвести. То есть весь смысл этого действия, жертвоприношения, он вот какой. Я почувствовал, я повел себя как животное. И я почувствовал, что во мне есть это животное составляющее. Желание действовать бездумно, как любое животное. Оно не думает перед тем, как оно делает, оно поступает инстинктивно. И я тоже так, не думая, поступил инстинктивно. Если бы подумал, вспомнил бы, не стал бы этого делать. Но я не подумал, не вспомнил. Поэтому и сделал. Повел себя как животное. Но я не хочу быть животным. Я не животное. Я хочу быть человеком, у которого есть имя. Я хочу быть любимым Богом. Хочу возвыситься. Не хочу быть животным. И вот этот самый момент принесения жертвоприношения, в этом-то главная символика вот этого грехоочистительного жертвоприношения. Что происходит с женщиной во время родов? Никакого греха она, безусловно, не совершает. Но вместе с тем, этот процесс, с одной стороны, такой возвышенный процесс. Ведь что здесь происходит по сути дела? Зарождение новой жизни. Но вторая сторона, что все это, в общем-то, физиологический процесс. И не самый-не самый приятный, если знакомиться с его деталями. Так часто бывает. Когда ты смотришь на конечный результат, он так замечательен. Но если бы ты видел... Люди иногда приходят в магазин и видят, на прилавке лежит благоухающая, какая-нибудь сырокопченая колбаса. А, если бы они когда-нибудь побывали на мясокомбинате, я работал, знаю, что это. И посмотрели бы, из чего и каким образом получается вот эта вот самая благоухающая сырокопченая колбаса. Ой, как это испортило бы аппетит. В этом говорят наши мудрецы. Сказал Рабилеев о самом рождении. Если человек тайно дал другому взаймы кошелек серебра, а тот вернул ему прилюдно, на глазах у всех, слиток золота, и не будет ли первый за это ему благодарен, получил человек в тайне серебро, дал в тайне серебро, а получил обратно золото. Так и Всевышний. Ему вверяют тайно грязную каплю, а он прилюдно возвращает безупречно сделанных совершенных людей. Ну, не достойны ли этой похвалы? Посмотрите на человека, который... Вот родившийся человек. Вот молодой человек, который... Это же прекрасно. Да. А вспомните, из чего он получился. Из... И еще сказал Рабилеев. Если человек заключен в тюрьме, и никто не обращает на него внимания, но появляется некто, чтобы спасти и вызволить его оттуда, не будет ли первый ему за это благодарен, так и за родыш. Он находится в утробе у матери, и появляется Всевышний. Для того, чтобы спасти и вызволить его оттуда. Да, то есть в утробе у матери, в утробе у матери все в порядке. Но когда нужно выходить, это смертельная опасность. И то, что человек рождается живым и избегает этой самой тюрьмы, в которой он находится, выходит живым и невредимым, это потрясающая вещь. Рабиаба Баркана говорил, тело самки животным расположено вдоль земли. Но зародыш находится в ее утробе, словно в мешке. Все там нормально. А вот у человека не так. Тело женщины расположено вертикально, в ее утробе находится младенец, а Всевышний оберегает его, чтобы тот не выскользнул. И в Медраше Танхума те же мысли. Человек, глядя на прекрасную колонну, говорит, а, как прекрасна эта колонна, как она изыскана, с коринфскими капителями. А его товарищ скажет ему, видел бы ты карьер, каменоломник, когда-нибудь был в каменоломниках, там, где делали эту колонну? Видел бы ты там, не восхищался бы. Так же человек, глядя на исполинскую балку, то же самое, глядя на человека с вьющимися локонами, начинает высказаться, а, какое прекрасное творение. Скажут ему люди, а если бы ты знал, из какой нечистоты и зловония он образовался, то не стал бы ты так на него таращиться. Получается, что и камень, и дерево, это превосходит человека. Если уж даже сравнить колонну, которую делали в каменоломне, или человека, который получился из зловонной капли, и все это вместе. В момент родов женщина, роженица не понимает, а ощущает всем своим существом, кто она на самом деле. С одной стороны, вся эта физиология, с одной стороны, вся эта несимпатичная физическая сторона зарождения, в которой человек ощущает себя достаточно животным. А с другой стороны, ведь то, что происходит, это рождение, как говорит Медраж, это все равно как тот, кто приходит и выводит узника на свободу. Всевышний дает возможность рожениться, родить, и это действительно потрясающе, если посмотреть все-все, весь процесс родов, это потрясающее чудо. Всевышний освобождает зародыша, он дает ему жизнь. И все это вместе. Вот это вот осознание этого, осознание того, что я человек, я часть вот этой природы, и вся вот эта вот кухня, из которой все получается, все это настолько малосимпатично, и все это настолько животное, и все это настолько по-скотски, с одной стороны. И понимание того, что я хочу быть выше, и понимание того, что Всевышний при всем, при том, кто я есть, Он проявляет ко мне, Он протягивает мне руку. Он хочет, чтобы я был к Нему близок. Он хочет, чтобы я приподнялся. Он дает жизнь моему Сыну. Вот это сознание все вместе, оно и представляет собой то, что оно является сутью вот этого явления родов. Вот что представляет собой роды. И та, кто пережила все это, та, кто почувствовала все это, она приносит очистительную жертву. Не за грех это очистительная жертва. Очистительная жертва, мы сказали, смысл ее в чем? Именно в том сознании, что с одной стороны я животное, с одной стороны я такой же, как все животные вокруг меня, часть физического животного мира, а с другой стороны я хочу быть выше, я хочу приподняться, я хочу быть лорацион, я хочу быть желаемым Богом, я хочу быть, я имею свое имя, и я хочу приподняться над всем, чтобы быть желанным Всевышним. В этом смысл грехоочистительной жертвы, и поэтому Роженица ее именно приносит. Нет ничего более подходящего для нее, чем принести грехоочистительную жертву после родов. Все все остальные, которые то собираются. Нет ничего более器born. Продолжение следует...